Ну и продолжая эту тему, мы сегодня пригласили к нам в студию эксперта инвестиционного аналитика, Олжас Сулеймена. Олжас, доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Спасибо. Вот эти руки, будем обезопасивать тебя, обезопасивать, как правильно. Слушайте, ну Олжас Сулеймена прям обязывает, да? Благодарю вас. Слушайте, вот как вы считаете, помогут ли новые поправки, которых мыслишь оградить неплатежеспособное население от рисков, связанных с невозможностью отдать займы и попаданием в долговую яму? Вообще кредит это такой инструмент, палка от двух концов. Как положительные стороны, так и отрицательные стороны у кредита есть. Если мы берем кредит на развитие бизнеса или на какие-то инвестиционные цели, тогда да, действительно кредит оправдывает себя. Но если мы берем просто купить себе большой черный джип, ездить и устраивать пробки, то это, естественно, неположительный момент. Я считаю, что кредит необходимо брать, когда ты уверен в том, что ты и сверху заработаешь, и еще себе останется. Если такой возможности нет, то смысла в кредите нет. Это первое. Второе, я очень обрадовался, когда меня пригласили, потому что у меня многие знакомые люди, когда берут кредит, они не обращают на такой момент, как процентная ставка. Что такое вообще процентная ставка, никто не знает, к сожалению, в Казахстане. Все считают, что это от общей суммы просто вот это вот надо все дать. А это же нет. А как так, расскажите, мне интересно. Мне, поскольку я инвестиционный аналитик, мне звонят и спрашивают. Вот я взял кредит на машину, квартиру, бытовую технику, потребительские какие-то кредиты, на свадьбы, то и так далее. Я говорю, а какая процентная ставка? Ой, болни, говорит, не знаю, что такое процентная ставка. Вообще, что такое процентная ставка? Мы не знаем, говорит. Мы, говорит, будем платить 100 тысяч деньги и все. Но когда мы берем кредит, необходимо в первую очередь смотреть на ставки. Эффективная процентная ставка. Какие комиссии и так далее. А люди, к сожалению, в Казахстане, да и в России, скорее всего, смотрят только на общий платеж. Суммы выплаты, да. Суммы выплаты. Поэтому, давайте, расскажите, вот чтобы считать было легче. 1 миллион тенге. Так, платить в месяц по 100 тысяч. Раскидываем его на год, да? Получается 1 миллион 200. Совершенно верно. И здесь процентная ставка получается 20%. 20%. Так. 20% ну, в данный момент инфляция. В Казахстане составляет в районе 10%. А мы переплачиваем сверху еще 10%. Ну, я бы не брал бы, честно. Я вообще знаю много кредитов. Есть потребительские, залоговые, беззалоговые, срочные, бессрочные. Но я предпочитаю рассрочки. Рассрочка. Но ведь, смотрите, ту же самую машину не дадут в рассрочку. Да, но есть льготное кредитование. А вы когда-нибудь обращались? Я просто недавно с этим столкнулся. Потому что для того, чтобы получить льготное кредитование, должно пройти 4-5 месяцев. Совершенно верно. После этого тебе еще и машину только дадут через 5-6 месяцев. То есть рассчитывай на то, что сегодня попросишь, в декабре 2022 года сядешь. Получишь. Ну, мне кажется, это будет лучше, чем ты будешь платить в 7 или 9 лет огромные суммы, которые тебе машина потом через 7 лет встанет, как вилла на Майами. Ну, это да. А вот сформулируйте правильное тогда финансовое поведение. Ну, вот нужно как-то наших зрителей просвещать вообще. Для чего брать кредит? А может быть, лучше накопить? Ну, вот как ориентироваться в это? Ну, накопительство это такое... Ну, зависит от своих доходов, естественно. То есть накопительство вы считаете нечистотима, да? Я считаю, что это... Сегодня это бессмысленно, потому что все меняет. Вот еще Анаредо Бальзак, по-моему, гопсек у него был накопительство. Он там в полу у себя прятал, в конце все сгорело. Да, да, да. И скупируется, да. Я считаю, что надо не накопить, а инвестировать. Сейчас в Соединенных Штатах бесплатные деньги. Процентная ставка ноль, соответственно, раздают бесплатные деньги. Ну, это у них. Соответственно, надо покупать. Все, что плохо лежит сейчас на американском фондовом рынке, необходимо покупать. Нет, а насколько это актуально для человека, у которого средний доход, и вся зарплата уходит на проживание, на еду, на оплату коммунального? 10% от заработка необходимо инвестировать. Потом, через 5-7 лет, он будет достаточно зарабатывать уже с инвестиций. Ну, и на нашем рынке есть хорошие инструменты, привилегированные акции, IPO и так далее. Ну, если бывают такие случаи, когда вот надо кредит, я не знаю, к сожалению, люди все болеют. Да, да, случаются ситуации, да. Бывают ситуации. Когда у человека нет выбора, тогда необходимо, ну, брать. А что делать? Ну, на другие цели, как свадьбы, юбилеи, машины, да те же квартиры. Я считаю, что брать не стоит. Ну, это когда своя квартира есть, я тоже считаю, что не надо брать. А когда своей квартиры не было, я взял. Ну, да. И выплатил. Ну, если перед тем, как брать кредит, необходимо, надо просто сесть, посчитать. А если вы не умеете считать, то обратиться к специалисту. Заплатить определенную сумму, и он вам все посчитает, и потом вы скажете, а, действительно, это выгодно или не выгодно. Ну, так давайте поподробнее об инвестициях. Что в Казахстане выгодно, вот, по что инвестировать, и есть ли скромные суммы. Опять, да. Есть паевые инвестиционные фонды, хорошие, у которых доходность в районе 13-15 годовых в валюте. Если наши банки предлагают в районе 1%, то ПИФы предлагают в районе 13%. То есть, за 13 лет банковских накоплений мы за год отбиваем на ПИФах. Есть еще казахстанские инструменты в Тинге, это как РИПО, есть привилегированные акции различных компаний. Ну, естественно, это IPO, это Initial Public Offering, это уже с американским фондовым рынком связано. Также можно инвестировать. Акции, которые впервые выставили на торги. Да, совершенно верно. Ну, и самое главное, наверное, ни в коем случае не попадаться ни на какие финансовые пирамиды и тому подобное. Потому что легких денег не бывает. Невозможно принести 100 тысяч и через год вытащить оттуда миллион. Правильно? Бывает. Невозможно. Редко, но бывает. Спасибо вам огромное. Спасибо за все беседу. Вы действительно такой же профессионал в своем деле. У нас Сулеймена, Паш, отец копает. Ну, а наша программа там в студии продолжается.